Минские соглашения были попыткой дать Украине время для усиления армии. Бывший президент Франции Аланд подтвердил недавнее заявление экс-канцлера Фарга Меркель. По его словам, было важно знать, что Запад воспользуется этой передышкой, и теперь украинская армия лучше оснащена и обучена. Догадывалась ли Россия раньше о такой позиции Запада? Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, заявил бывший президент Франции Франции Аланд. Во времена своего правления он принимал непосредственное участие в переговорах. Таким образом, Аланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в начале декабря сказала, что заключение Минских соглашений, цитата, «дало Киеву драгоценное время». Да, Меркель права, Минские соглашения на время остановили наступление россиян, говорит Аланд в интервью «Киев Индепендент». По его словам, было важно знать, что Запад воспользуется этой передышкой, и сейчас украинская армия совсем не та, что была в 2014 году, она лучше оснащена и обучена, и в этом заслуга Минских соглашений, заключил экс-президент. А догадывалась ли Россия о такой позиции с Запада, комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» политолог Евгений Минченко. Весь Минский процесс, это было такое общение хитрецов. Сказать, что Россия нигде не лукавила, тоже, наверное, нельзя. Я бы так сказал, что Запад действительно к Минским соглашениям относился достаточно цинично. Я же одно время, когда российская сторона еще верила, что что-то там будет соблюдаться, а это был 15-16 год, я много неформально общался с западными дипломатами, и у меня тогда уже сложилось полное впечатление, что они не будут прилагать никаких усилий для того, чтобы Украина эти соглашения выполняла. А украинская сторона вела себя так, что мой коллега по Институту международных исследований МГИМО Николай Силаев очень четко характеризовал полное бесстыдство. Украинская сторона никогда не скрывала, что ничего не собирается выполнять. Поэтому я думаю, что где-то уже после 16-го года Минские соглашения были формой, по сути дела, фиксации статус-ку, что это замороженный конфликт, у нас есть какой-то переговорный процесс, мы куда-то идем, а пока мы на самом деле никуда не идем, вроде как не сильно много людей гибнет. То есть обстрелы в Донецке продолжались, но их интенсивность менялась. Более после того, как Зеленского избрали президентом, какое-то время там была вообще пауза, у российской стороны была надежда, что с Зеленским удастся договориться, но этого запала хватило где-то на полгода. Дальше стало понятно, что так или иначе произойдет какой-то взрыв. Собственно, об этом Владимир Путин и говорил, констатировал, что рано или поздно военные действия должны были начаться. Но я думаю, что он это понял в тот момент, когда окончательно были заметены под ковер Минские соглашения. Ну а это, я думаю, что где-то осень 2019-го. Евгений Минщенко, политолог. Комментируя слова Меркель об истинных целях минских договоренностей, бывший вице-канцлер Австрии Хайнс Кристиан Штрахе заявил, что это подрывает веру в европейскую дипломатию. А Владимир Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его. Это значит, что все участники соглашения обманывали Россию, а переговоры тогда велись лишь для накачки Украины вооружениями, отметил президент.